Девы, приветствую вас на канале Таро Подсказки на каждый день. И этот расклад как прогноз на ноябрь для вас. Мы посмотрим общее настроение месяца, пройдемся по основным сферам и подсказочку от Астрологического Оракула, касаемо вашей цели или же желания, которые вы тут пытаетесь достичь. Итак, общее настроение. Работа, начало месяца, работа, вторая половина месяца, материальная сфера, финансы, начало месяца и вторая половина. Социум, отношения с людьми, коллегами, друзьями, родственниками, начало месяца, вторая половина. И любовь, отношения, начало месяца и вторая половина. Так, ну и загадывайте желание или же вспоминайте цель, к которой вы идете здесь в ноябре, да, ближайшая, которую вы ставите. Посмотрим вам подсказку, может быть, фокус внимания, да, на что нужно обратиться. Итак, вот подсказочка для вас. Ну, давайте смотреть, девы. Общее настроение месяца. Прекрасно, приехали, дьявол. Ну что, обратите внимание на свои теневые стороны, на вторичные выгоды, которые вы получаете, живя так, как вы живете. Возможно, на зависимые какие-то или ситуации, или поведение. То есть здесь, ну, самое элементарное, это у нас употребление всего, чего можно, да, или наоборот, если даже это что-то хорошее, но чрезмерное употребление. То есть мы можем и те же самые эмоции, да, хорошие эмоции. Это хорошо, когда мы испытываем, но когда мы за ними начинаем гнаться, да, еще, еще больше, больше, это уже тоже является как чрезмерностью, это тоже, ну, немножечко нездоровая линия поведения. Если вы, допустим, в созависимых отношениях, здесь тоже пересмотрите, да, почему, как. Если вы ставите, допустим, партнера выше себя в приоритет и так далее, тоже. Вторичные выгоды, еще раз к ним вернемся, да, вы можете, допустим, находиться в конфликте с собой. То есть, да, я выбираю такой путь, потому что, ну, не потому что я этого хочу, а потому что я получу вот то, то и то. И, как бы, да, мне это не нравится, но за счет вот этих бонусов, которые будут, я согласна где-то с собой поступиться, да. Или же здесь еще могут быть ваши, скажем так, не совсем позитивные черты характера, может быть, вы любите манипулировать, может быть, вы любите пребывать в состоянии жертвы, да, и этим пользоваться и так далее. Да, то есть, вот, ноябрь вам месяц на то, чтобы обратить внимание на себя и посмотреть, где у вас вот такие вот просадки. Ну, давайте посмотрим сферу работы, начало месяца, вторая половина. Ну, смотрите, начало месяца очень прекрасное, вы на работе чувствуете себя замечательно, вы довольны тем, что у вас происходит на работе, то, как вы работаете, и вообще, в принципе, да, вам там удобно, комфортно и прекрасно. Если у вас есть подчинение, вы знаете, как им управлять, вы можете делегировать, вы, в принципе, получаете то, что вы хотите, да, за счет других людей. Во второй половине месяца вам придется побороться за свои позиции, где-то отстаивать их, чтобы не слететь, да, своего вот этого трона, на котором вы прекрасно уже, я бы сказала, опустили корни. Поэтому, девы, все прекрасно, хорошо, но имейте в виду, что придется что-то подоказывать. Итак, смотрим материальную сферу. Ну, начало месяца у нас это рыцарь Пентакли, достаточно неспешный такой персонаж. Скажем так, в принципе, в денежном сфере, в материальной сфере, здесь не только деньги, но и, допустим, то, что вас окружает, то, что у вас есть дома, вообще, в принципе, наличие дома и так далее. Здесь я скажу, все хорошо, и во второй половине может получиться так, что вам предоставится новый шанс или заработка, или, может быть, это будут какие-то подарки, может быть, премии, может быть, неожиданно откуда-то придут деньги. Или, в принципе, вы поймете, найдете вариант, откуда еще достать. То есть, ну, или подработка какая-то, или, может быть, ну, какие-то временные разовые акции, да, которые вам помогут. Посмотрим в социум. Ну, смотрите, в социуме все интереснее. Начало месяца ждите такое, что, скорее всего, смотрите, у вас сейчас уже прямо в октябре происходит какая-то ситуация, не совсем, скажем так, радужная для вас. Может быть, какой-то конфликт, может быть, какое-то недопонимание. Опять же, напомню, это социум, это наши коллеги, наши друзья, родственники, но не самый близкий круг, да, в смысле, там, муж, дочь, там, не знаю, ну, в смысле, супруги, дети, а больше же такой отдаленные. Родители сюда же идут. То есть, может, вот у вас сейчас уже есть конфликт, и начало месяца, начало ноября, нам, вам нужно будет просто уже расставить точки над «и», то есть принять какое-то решение, которое, ну, выведет вас уже в что-то новое, да, то есть, если что-то вы там не можете определить, придется определять, потому что дальше затягивать ситуацию уже просто невозможно. Если, допустим, другой человек что-то, ну, скажем так, не договаривает, не додает и так далее, да, нужно будет вот прямо его чуть ли не за шкирку взять и сказать, давай вот сейчас возьмем, все решим, сядем и поговорим. Вторая половина месяца может вас подвигнуть на хитрость, ну, именно, опять же, в разрешении того же конфликта. Возможно, здесь получится так, что ту информацию, которую вы получите или то решение, которое вы приняете, оно, ну, не будет решаться, скажем так, честными путями, да, и вам придется где-то схитрить. То есть, ну, здесь, знаете, как это, это хитрость во благо, то есть, для того, чтобы разрешить ситуацию в лучшем, для лучшего результата, да, придется или что-то утаить, или что-то недоговорить, или где-то осознанно дать неверную информацию, да, только для того, чтобы в конечном итоге все пришло туда, куда оно должно прийти. Поэтому, смотрите, делаю, то есть, социум у вас такой немножечко критичный. Давайте смотрим сферу любви и отношений в паре. Давайте так, сначала для тех, кто, у кого есть отношения, потом для свободных дел. Если у вас есть отношения хорошие, вы именно довольны, все у вас там прекрасно, начало месяца поставит вас в такую ситуацию, когда вы немножечко запутаетесь в своих эмоциях. Возможно, будут такие ситуации, когда вы не будете вообще понимать, что вы испытываете, и что вы хотели бы испытывать, да, какие эмоции, какие чувства. То есть, вроде бы, все прекрасно, хорошо, да, то есть, ну, чего жаловаться-то, а вроде как, вот, какое-то недопонимание, непонимание, да, здесь уже может быть такое, что вас будет бросать от одной эмоции, от одного чувства в другое, да. То есть, ну, вот этой стабильности эмоциональной и чувственной у вас и ее не будет в начале месяца. И к концу месяца, во второй половине, здесь ожидайте вашего партнера с каким-либо предложением, возможно, для улучшения ваших отношений, да, допустим, он увидит, что что-то с вами не так, да, и, ну, предложит куда-то, давай сходим, куда-то, может быть, развеемся, может быть, ездим, отдохнем, так далее, да, или какой-то подарочек, что-то, ну, вот такое будет происходить. Может быть, окутает вас заботой, романтикой, да, то есть захочет сделать вам очень приятно. Свободное дело, плюс-минус то же самое, да, но здесь у вас получается не то, что вы в паре, да, запутались в своих эмоциях, а вы в принципе запутались. Возможно, у вас есть ухажер, который там к вам проявляется, и как-то вот вы еще не понимаете, что вы к нему испытываете, что вообще хотите ли чего-то с ним, нужен ли он вам и так далее, да, но здесь приятель будет проявляться, если смотрят мужчины, перекручивайте, да, что девушка будет к вам проявляться, пытаться показать свою любовь, доказать, что достойно и так далее. Ну, смотрите, девы, вот такой расклад, сейчас вспоминайте ваше желание, которое вы загадывали, или же цель, которой вы идете, посмотрим, что оракул вам подскажет. Смирение перед божественным. Ого! Так, ну, учитывая то, что у нас здесь был дьявол, да, выходил как настроение месяца. Смотрите, если, скажем, получается ситуация, на которой вы не можете повлиять, да, просто смиритесь с ними, потому что очень часто, ну, как, кто-то доверяет вселенной, да, кто-то не доверяет в принципе. И здесь важно понимать, можете ли вы изменить что-то, если не можете, ну, просто отпустите и доверьтесь, потому что на самом деле ничего не происходит просто так, и даже если в вашу жизнь приходят испытания, они приходят для того, чтобы сделать вас сильнее, чтобы вас же трансформировать. Порой это бывает через боль, через неприятные ощущения и осознание ситуации и так далее, да, но в конечном итоге все будет хорошо. Поэтому, чтобы вы там не загадали, чего вы там не хотели, ни к чему бы, к чему бы не стремились, девы, просто поймите, что есть третий фактор, на который вы не всегда можете влиять, да, и просто допустите его в свою жизнь и смиритесь с этим. Ну что, вот такой расклад для вас. Пишите в комментариях, насколько он у вас отыгрывается, ставьте лайки в описании, я для вас сделала подборочку интересных видео, зайдите туда, переходите по ссылочкам, смотрите, соответственно, подписывайтесь, если вы еще не подписаны на канал. Пока-пока!